Наше вам кубическое здрасте! Меня зовут Алексей Зуйков, вы смотрите видеоблог 2 в Кубе, и сегодня я расскажу вам о настольной игре с довольно необычным названием «Между двух замков Безумного Короля Людвига». Такое необычное название выбрано отнюдь не спроста, ведь это по большому счету гибрид двух настольных игр. Наверняка известные вам замки Безумного Короля Людвига от Теда Олсбыча и «Между двумя городами Бена Росета». Эта игра представляет собой переработанную и измененную версию Between Two Series и предлагает игрокам посоревноваться в строительстве замков довольно необычным путем. Первое, что бросается в глаза, когда видишь эту игру, это вот эти пластиковые органайзеры, которые по большому счету тут практически игронайзеры, как принято их сейчас называть, потому что они служат не только для расположения игровых элементов, но еще и для ускорения процесса подготовки к ней и для большего удобства в процессе игры. Но главная фишка этой игры в том, что замки, которые строят игроки, они строят парами. Я и мой сосед слева будут строить синий замок, и я с моим соседом справа строим красный замок. Допустим, что у меня есть люди здесь сейчас, и я не одинок, и все прекрасно. Вот в этом органайзере находятся жетоны, которые нужны нам для игры. Если в конце предыдущей партии вы их все перемешали и заново уложили по 9 штук в каждую ячейку, по сути, вы подготовились сразу к следующей партии и можете играть ее прямо из коробки. Партия состоит всего лишь из двух раундов. 9 тайлов доступно каждому из нас. И мы в режиме драфта выбираем ровно два тайлы, которые мы хотим оставить у себя на руках. Мне безумно нравится вот эта вот комната Hidden Lair. Какая-то потайная, потайное логово. Я оставляю ее обязательно. И, допустим, я выбираю вот Archery Range. Стрельбище. Лучное, которое я также хочу оставить. Все остальные 7 невыбранных жетончиков я передаю следующему игроку, который точно так же выбирает отсюда какие-то два жетона, передает их следующему, и этот тоже выбирает себе два жетона и передает их следующему. Теперь два выбранных жетона я обязан разместить, то есть построить эти комнаты в одном из двух замков слева или справа от меня. Чтобы сделать это, я советуюсь, соответственно, с игроком, с которым я строю каждый конкретный замок. Ведь у него тоже есть два тайла, которые он хочет разместить. И вот у этого соседа тоже есть свои два тайла и свой план, согласно которому они хотят получать победные очки за эти самые замки. В правилах игры очень подробно и развернуто написано, как строятся каждые комнаты, за что они дают очки, какие бонусы предоставляются. Но, по сути, правила есть очень простые, и они перечислены вот здесь, на одной единственной шпаргалке. Все комнаты, кроме подвалов и коридоров, строятся либо на одном уровне с вашим тронным залом, либо выше, то есть только вверх можно строить. Коридоры могут быть построены также и под тронным залом, и, наконец, подвалы могут быть построены только под тронным залом. Каждый тайлик в этой игре приносит победные очки за выполнение какого-либо условия, чаще всего касающегося расположения других комнат в этом замке. То есть, например, стрельбище приносит одно победное очко за каждый коридор, который имеется где угодно в замке. И тогда, скорее всего, имеет смысл построить, вот, например, вот этот коридор, ну и стрельбище, например, над ним. Но самый интересный момент игры, а вместе с тем и самая главная сложность, заключается все-таки в том, что вы строите каждый замок не в одиночку, а в паре с другим игроком, а значит, что вам постоянно придется договариваться, постоянно находить какие-то компромиссы. Как только все эти жетоны каким-то образом в замке построены, точно так же, но теперь уже из семи жетонов, которые попались игроку, он выбирает себе два, которые хочет оставить. Уже, естественно, глядя на то, какие комнаты имеются в его замках и какие позволят ему получить побольше победных очков, и точно так же передает свои жетоны следующему игроку. Здесь осталось пять жетонов, соответственно, еще два раза игроки выберут по два тайла, и когда останется ровно один у игроков, они просто сбросят его, и игра перейдет во второй раунд, в котором происходит абсолютно то же самое. Новые девять тайлов достаются каждому игроку, но передаваться они теперь будут в обратную сторону против часовой стрелки. Ваши замки постепенно обрастают новыми комнатами, но, естественно, вы не можете вешать комнаты прям в воздухе, то есть вот так комнату, например, поставить ни в коем случае нельзя. Только таким образом, чтобы под комнатой что-то было. Единственным исключением из этого правила является подвал, которому можно, в общем-то, пристраивать коридоры или подвалы любым образом, как вам заблагорассудится. Прокопали там себе спокойно подземелье и понастроили дополнительных подвальных комнат сколько вам угодно. Но как только в вашем замке оказывается третья комната одного типа, вы сразу же получаете бонусный эффект, который указан на специальной карточке подсказки, которая также имеется у каждого игрока. За три карточки любого типа, то есть одного и того же цвета, вы получаете какой-то бонус, который также подробно описан в правилах и будет вам, несомненно, полезен. Например, за три обеденных зала, которую здесь мне удалось построить, игрок, а точнее игроки, которые строят этот замок, берут пять тайлов, изучают их и могут сразу же абсолютно бесплатно разместить в своем замке еще один из тайлов, которые им попались, которые им могут показаться так или иначе полезными. Ну вот, например, еще один подвал. Если игрок таким же образом достанет третью комнату того же самого типа, например, вот решит скулхаус взять, он также может получить бонус и от этого типа помещений, и таким образом собирать еще более и более выгодную комбинацию, накручивать еще сильнее. А как только игрок сумеет построить пять комнат одного и того же цвета, он имеет возможность взять один из специальных тайлов для своего замка, которые, в общем-то, работают примерно по тому же принципу. Башня дает победные очки за все тайлы под ней, фонтан просто приносит пять очков, но над ним нельзя строить, и Гранд Фойе дает одно победное очко за каждую комнату, которая его окружает. Также в этой же коробочке, в этом органайзере, присутствуют тайлики королевских прислужников, и, наконец, здесь есть карточки производственных комнат, которые даются игрокам в качестве бонуса за три utility room, и они также дают дополнительный способ получения победных очков за замки в конце игры. Но тут еще есть вот какая штука. Подсчет очков в данной игре тоже достаточно необычный. Есть, конечно же, блокнотик, как в большинстве подобных игр, но очки, которые зарабатывает конкретно игрок, это наименьшая сумма очков между двух замков, которые он строил. То есть, если здесь у меня получилось там очень хорошо, и я построил замок на 70 очков, а здесь получилось не очень, всего лишь на 35, нет, я не выиграю. Я получу 35 очков, так как самый худший замок из тех, которые я строил, мне очки принесет. Поэтому игрокам постоянно приходится трудиться на два фронта. Игрокам постоянно приходится стараться держать баланс, и делать замок слева, замок справа максимально сбалансированными, для того, чтобы нигде не прогадать и не дать таким образом победу другому игроку. Потому что, например, если этот товарищ, с которым я строил замок на 70 очков, его сосед слева имеет, например, там 65, то он зачтет тебе 65, как наименьшую сумму, и таким образом возьмет и выиграет в игре, несмотря на то, что ты помогал ему строить этот самый крутой и самый классный замок на 70 очков. Игра очень необычная. Between Two Cities я, к сожалению, пропустил, в нее не играл, поэтому у меня нет такого опыта работы сразу на два фронта, и, честно говоря, голова от этого немножко разрывается. Но впечатления очень классные. Игра непростая, несмотря на то, что понять основу правил очень-очень легко. Девять тайлов, два из них выбрали, остальные передали, потом построили один с одним игроком, второй с другим игроком. Особенностей на каждых тайлах достаточно много. Не всегда ты понимаешь, как правильно построить ту или иную комнату. Достаточно велика цена ошибки, потому что если ты взгромоздил куда-то эту комнату, а потом понял, что, блин, а выгоднее было бы ее поставить сюда, переставить, к сожалению, уже нельзя. Комната построена, в замке мы ничего не сносим, не ломаем, не переставляем. Поэтому думать надо загодя. И я считаю, что это одна из тех игр, которые максимально хорошо, максимально полно раскрываются, когда вы уже сыграли несколько партий, когда вы плюс-минус понимаете, какие тайлы тут есть. Из каких-то минусов данной игры я могу выделить, пожалуй, что как раз-таки ту самую очень высокую цену ошибки, которая может сломать вам впечатление от партии, и вам просто станет обидно, что вы походили как-то неправильно, и за счет этого, возможно, даже проиграете. Потому что, как я уже сказал, расположение комнат в замке играет абсолютно ключевую роль. Если вы выбрали тайлы как-то не так, или если вы плохо договорились с одним из своих партнеров по строительству замка, это действительно может стоить вам проигрыша в партии в этой игре. А в целом рейтинги игры между двумя замками достаточно высоки. Она была принята общественностью гораздо теплее, чем обе игры, которые послужили вот этим самым симбиозом. Если вы уже играли в эту игру, поделитесь обязательно своими впечатлениями в комментариях. И мне, и нашим зрителям наверняка будет это очень интересно прочитать. А я прощаюсь с вами до новых встреч на канале не только. Если это видео вам понравилось, ставьте большой палец вверх. Обязательно делитесь им со своими друзьями, ведь каждый из нас хочет, чтобы как можно больше классных людей играло с нами в настольные игры. И это, как обычно, в наших руках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok